Защитник прав человека Республики Армения Арман Татуян дал совместную пресс-конференцию с защитником прав человека Республики Арцах Гегамом Степаняном. Об этом подробнее наш корреспондент в Арцахе Снежана Агабекян. «Главной темой обсуждения было нарушение Азербайджаном прав народа Арцаха и Армении. Нарушения и нападения, совершаемые азербайджанскими вооружёнными силами, носят одинаковый характер как в Армении, так и в Арцахе», заявил защитник прав человека Республики Армения Арман Татуян. Омбудсмены провели итоги о проделанной работе, а также рассказали об осуществляемых действиях. Обе структуры провели очень эффективную совместную работу. Визит имеет символический характер, связанный с 34-й годовщиной арцахского движения. В эти дни 34 года назад были заложены основы защиты прав человека в Арцахе. После трёхстороннего заявления на территории Арцаха было зарегистрировано 63 случая нарушения различных прав, из которых 10 – военные и 3 – гражданских убийства. Во всех 63 случаях азербайджанская сторона не привлекла к ответственности ни одного из своих военнослужащих или должностных лиц, а наоборот поощряла эти нарушения, подметил защитник прав человека Республики Арцах Герам Степанян. Подведя итоги совместной пресс-конференции, омбудсмены выразили благодарность журналистам за проделанную работу и отметили особую важность их роли в жизни Арцаха. Госминистр Арцаха Артак Бегларян также принял омбудсмена. Бегларян высоко оценил вклад Татуяна в укрепление взаимодействия двух армянских республик и назвал символичным тот факт, что Татуян завершает свою работу на нынешней должности визитом в Арцах. Госминистр Арцаха передал Татуяну памятную медаль, выразив уверенность, что Татуян продолжит трудиться во благо армянского народа. Жители Мартакерцкого района Республики Арцах в ответ на стрельбу по арцахским селам перекрыли дорогу азербайджанской военной колонии, направляющейся в Карвачар. Обращение азербайджанцев к миротворцам не помогло и часть военной техники вернулась в места постоянной дислокации. Европарламент сегодня подтвердил Минскую группу ОБСЕ как единственный формат урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Указаны и принципы, на основе которых должен идти процесс. Территориальная целостность, право нации на самоопределение, неприменение силы, мирное разрешение конфликтов. Первые два пункта, хоть и трудно совместимы, но тем не менее важно, что право народа Арцаха на самоопределение отражено в постановлении Европарламента. 7 по 11 февраля в Москве прошла 29-я международная выставка ProdExpo 2022, на которой армянский фонд виноградарства и вина представил армянские вина. В ProdExpo 2022 приняли участие 15 винодельческих компаний Армении. Четыре из них были представлены на российской площадке впервые. В рамках выставки также был проведен дегустационный конкурс, в котором гранатовое вино Терани, впервые участвовавшей выставке армянской компании GS Wine Company, было удостоено золотой медали и диплома. Более двух десятков вин компании Armenia Wine также завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали. Промышленно-тепличный комплекс будет построен в общине Севан Гегаркуникской области. Общий объем инвестиций составит 48 миллионов евро. Тепличный комплекс расположится на 110 гектарах, из которых 45 займут теплицы. Остальное – обслуживающая инфраструктура. Комплекс построят на территории села Лычашен и Варсер, недалеко от Севана. В год теплицы будут производить 12 тысяч тонн овощей, из которых 80% пойдет на экспорт. Будет создано порядка 450 постоянных рабочих мест. Винодельня Катаро построит себе новый завод по производству вина, дегустационный зал, музей, а также создаст новые виноградники. Проект уже готов и представлен на ваших экранах. Напомним, что прошлый завод по производству вина Катаро был расположен в селе Тох Гадруцкого района Арцаха и перешел под контроль врага осенью 2020 года. В Грузии ремонтируют дорогу, ведущую к Армении. В активном режиме проводится ремонт дороги международного значения Паничало-Марнеули-Гугути, ведущей грузино-армянской границы. Это кратчайший путь, который связывает регион Квему-Картли и Армению с Тбилиси. На дороге ремонтируют два участка. Один 8-километровый и второй протяженностью в 7 километров. К этому времени на объекте проезжую часть покрывают слоем щебня и устанавливают бордюры, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Ремонтные работы должны завершиться в октябре 2002 года. Крупный автобусный парк построят на южной окраине Еревана. Программа строительства была утверждена в четверг на заседании правительства. Здесь разместятся около 100 автобусов, которые закупаются по соглашению с Европейским банком реконструкции и развития, а также 211 автобусов приобретены на средства мэрии. На строительство будет выделено около 2,8 миллионов долларов. Фабрика Вернисаж истории. Сувенирная продукция исторической направленности «Символика Армении». Изделия из литиевого камня и бронзы. Собственное производство и 3D-лаборатория. Онлайн-заказ на сайте вернисаж-history.ru. Вчера в Национальном онкологическом центре Министерства здравоохранения Республики Армения вновь открылось обновленное отделение радиационной онкологии. На церемонии открытия присутствовали министр здравоохранения Анаит Аванесян и другие официальные лица. В ходе экскурсии директор центра Нарек Манукян представил проведенные строительные и ремонтные работы. Заведующий отделением Татул Сагателян отметил, что полностью изменился внешний вид отделения и условия проживания пациентов. Следующий этап предусматривает строительство нового технологического корпуса, приобретение двух современных линейных ускорителей. Лаборатория по разработке видеоигр открылась на факультете радиофизики Ереванского госуниверситета. Как сообщили в пресс-службе ЕГУ, в ходе церемонии открытия ректор университета Хованес Ованесян приветствовал деятельность подобной структуры в главном вузе страны. Команда «Физмат Армения», представляющая физико-математическую школу имени Шагиняна, заняла почетное второе место на международном конкурсе-фестивале Youth Take Art – молодежное техноискусство. Лусадзор – один из малых, но активных населенных пунктов Аскеранского района. Здесь после войны поселилось довольно много семей переселенцев. В Усадзоре также восстанавливается старый жилищный фонд общины и передается переселенцам. Наша съемочная группа встретилась с поселившейся в селе год назад журналисткой, ранее проживавшей в Америке Лилита Рутюнян, с кем мы имели возможность обменяться парой слов. Близкое расположение к столице позволяет селу вести довольно активную экономическую жизнь. Трудолюбивые жители Лусадзора в основном занимаются садоводством, животноводством и растеневодством. Село отличается большим количеством детей, которых можно встретить в любой части села. Они дают взрослым силы творить и жить дальше. Турецкая молодежь не хочет жить в стране Эрдогана. Согласно опросу немецкого фонда КАС, 72,9% представителей поколения Z в Турции от 18 до 25 лет, в которые входят 7 миллионов человек, заявили, что хотели бы жить в другой стране, если бы им предоставили такую возможность. А 25,8% молодых респондентов вообще заявили, что считают себя несчастливыми. Итальянская писательница армянского происхождения Антония Арслан 19 февраля в Большом зале Палацио Фульчиси в городе Белуна представит книгу реставраторов Ара Зарьяна и Кристин Ламуре. Дадиванг. Сохранение и реставрация фресок, датированных 1297 годом. Церкви, построенной в 1214 году. Проект под названием Get Teyr Composite, инициированный представителями диаспоры, призван вдохнуть новую жизнь в армянскую народную музыку. Об этом амбициозном проекте рассказало британское издание Emerging Europe. Цель инициаторов – переосмыслить произведения из великого армянского песенного наследия и представить их в новом ключе. Я отобрал песни Камитаса, а также его композиции о любви. Произведение одного из его учителей, Макара Якмаляна. Традиционный танец Кочари и более современную, начало 1900-х годов, арию О-Роза. Рассказал один из музыкантов, участвующих в проекте, Джастин Мейфилд из Бруклина. В Ириванской школе имени Альберта Азаряна сегодня стартовал чемпионат Армении по спортивной гимнастике среди взрослых. В первый день соревнований прошел мужской турнир по многоборью, чемпионом которого стал бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, чемпион Европы Артур Давтян. Ноэль Геворг Микаэлян – новый серебряный чемпион WBC. Профессионал Ноэль Геворг Микаэлян одержал победу единогласным решением судей над Юри Каэмбре Каленгой в бою за серебряный титул WBC в главном поединке на арене «Студио 69» в Риге, Латвия. Правительство Армении выделило бюджет на проведение чемпионата Европы по боксу, который пройдет с 21 по 31 мая в Ириване. Как сообщил на заседании правительства министр образования, науки, культуры и спорта Республики Ваграм Думанян, на проведение чемпионата будет выделено чуть более 160 тысяч долларов. На эти средства будут закуплены два новых ринга и несколько сотен перчаток, а также обеспечен прием участников и гостей соревнований. Сделали лучше, чем обещали. Югстрой Империал.